ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ Отправляет в разные места нашей страны волшебный глобус. Мда, это я! Я, я, я так придумала! Меня ждут просторы России, Самой большой на свете страны. Края необъятные, с небом синим и реки такой вот ширины. Люблю путешествовать, в море купаться, Вкусно поесть и в озера нырять, Ходить по музеям и в горы взбираться. В общем, люблю я отдыхать. Жил змей Горыныч у подножья горы, В темной-темной пещере. И боялись Горыныча во всем царстве и государстве. Глуп. Ой, ну вот опять. Что такое, лягушка? Сказку читаю. Там опять змея Горыныча все боятся. Потом, конечно, Иван-царевич его победит. А ты переживаешь за Горыныча? Ну, немного. Он же зеленый, квак я. И еще мне квак кважится. У него просто нет друзей. И поэтому он вредничает. Что ж, лягушка, Отправляйся в путешествие. Горыныча искать. А куда, куда? На Кудыкину гору. Кручу, верчу. На каникулы лечу. Лягушка, ты чего зажмурилась? С горы упасть боюсь. Наверняка глобус Меня на самую вершину Кудыкиной горы отправил. Открывай глаза. Ты не на горе. Ты на улице. Видишь, люди, машины. И правда, улица. Значит, нет никакой Кудыкиной горы. И Горыныча нет. Клобус просто пошутил. А я поверила. Может, не пошутил. Может, Горыныч тут живет прямо в городе Липецке. Или рядом с ним. Липецк? Да, Липецк. Город Лип. Здесь их очень много. Даже на гербе Липецка изображена липа. А еще здесь есть речка Липовка. На ее берегах более трехсот лет назад был заложен этот город трудолюбивых людей. В Липецке работают крупнейшие заводы, комбинаты и фабрики. Здесь есть такие важные компании, как Газпром, которая обеспечивает регион газом. А еще, наверное, Липецк. Город необычных скульптур. Вот, например, мартышка, попугай и удав из замечательного мультика «38 попугаев». А там, посмотри, бременские музыканты. Ой, кваки смешные и как много фонтанов. Липецк называют городом фонтанов. Есть музыкальные, есть с удивительной подсветкой. Вода бурлящим потоком спускается вдоль гранитной лестницы. Это знаменитый липецкий каскад фонтанов. Ой, кваква красивая. Да только что-то змей Горыныч в фонтане не плещется. Что же делать? И правда, что ли, Кудыкину гору искать? Но это же сказочное место. Ну, лягушка сказочная и не сказочная, а в Липецкой области, думаю, найдется. Поищем. Такси. На Кудыкину гору, пожалуйста. Если она, конечно, существует. Ой, квакой зеленый город. Как много деревьев. Город-курорт. Здесь природа заботится о здоровье человека. Здесь даже грязь целебная. А еще есть источники очень полезной минеральной воды. Приехали. Парк развлечений Кудыкина гора. Ух ты! Кудыкина гора. Она существует. Побегу, поищу Горыныча. Подожди. Не желаешь ли на верблюде прокатиться? С удовольствием. Ква. Еду я на верблюде. Ква. В этом парке и верблюды есть. И кони, и ослики, и даже страусы. Вот тут древнерусская крепость. Там деревня чудес с яркими скульптурами. Есть даже огромный золотой... Богатырский шлем. Его надо сфотографировать. Ой, там в небе огонь, пожар. Лягушка, это не пожар. Смотри внимательно. Это громадный змей Горыныч. У него когти и три головы. И из каждой пламя. Да, но он совсем не опасный. И нисколечки не вредный. Ура, нашла, нашла. Ой, лягушка, ты одна без змея Горыныча? Горыныч на Кудыкиной горе остался. У него там столько друзей. Смотри, это мы все вместе общее фото сделали. Замечательно. А ты где? Что-то не найду. Да вот же я. Моя рука на третьей голове Горыныча. Ух ты, хорошо получилось. Ой, спасибо. Устала, небось. Может, чайку? Я к твоему возвращению печенье испек. С удовольствием. А потом... Будем к новым каникулам готовиться? Да, ква. Меня ждут просторы России. Самый большой на свете страны. Края необъятные, с небом синим. И реки такой вот ширины. Люблю путешествовать, в море купаться. Вкусно поесть и в озера нырять. Ходить по музеям и в горы взбираться. В общем, люблю я отдыхать. Каникулы. Лягушки-путешественницы. Лягушки-путешественницы. Лягушки-путешественницы.